8 июля глава государства подписал закон по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности и охраны здоровья. Патологическое пристрастие к азарты играм или лудомания признано психологическим отклонением. Лудомания, как называют эту болезнь специалисты, это единственная зависимость, внесенная в международный классификатор заболеваний психики. Проблема игровой зависимости в казахстанском обществе стоит очень остро, так как порождает целый комплекс социальных последствий. Долги, потери, работы, семейные конфликты, рост преступности, суициды. Здравствуйте, это программа «По закону» с Маратом Башимовым. Вопрос лудомании, игровой зависимости, с которой сталкивается все больше казахстанских семей, волнует общество и требует принятия серьезных решений. Игровая зависимость, как и наркомания, это социальное явление, поэтому эффективной мерой должна стать выработка в обществе нулевой терпимости и общественное порицание. Важна информационная работа с молодежью, особенно с помощью социальных сетей, вовлечения общественности. Новым законом внедрены ограничительные нормы, которые направлены на снижение игровой зависимости граждан. Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх пари. К их числу дополнительно отнесены лица, состоящие в едином реестре должников. Это электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по решению суда. Также ограничено участие лиц, занимающих ответственную государственную должность, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним в азартных играх посредством введения антикоррупционного ограничения по участию в них. Теперь госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, руководители бюджетных организаций также не смогут участвовать в азартных играх пари. За несоблюдение ограничения предусмотрено их увольнение. Усилены механизмы регулирования деятельности организаторов и горного бизнеса. Министерством туризма и спорта будут утверждены типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы, тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр в пари, которым должны соответствовать правилам субъектов игорного бизнеса. Обновлены механизмы регулирования лотерейной деятельности, введен запрет на распространение лотерейных билетов и установку лотерейных терминалов в жилых домах, общежитиях, культовых зданиях и сооружениях организации культуры, а также в социальных объектах образования, здравоохранения, в том числе в радиусе 100 метров от них. Для защиты здоровья подрастающего поколения от последствий потребления энергетических напитков вводится запрет на их реализацию лицам в возрасте до 21 года. Свыше 130 тысяч казахстанцев запретили себе участвовать в азартных играх через приложение и Гуфмобайл. Ежедневно в список добавляются тысячи человек. Если раньше ограничения можно было ставить только на один год, теперь право предоставляется на срок до 10 лет. Соответствующие нормы, направленные на усиление мер по защите граждан от игровой зависимости, прописаны в законе, который подписал президент. Останчанин Адиль Алибеков лудоман со стажем. В азартные игры он втянулся еще подростком. И сейчас в свои 28 лет имеет долги аж на 200 миллионов тенге. Лишь полгода назад молодой человек решил встать на путь исправления. Говорит, что признать свою зависимость было нелегко. В первое время я часто выигрывал, подумал, что это очень легко. Позже ставки вошли в привычку. До последнего я не признавал, что у меня есть зависимость. Воровал из дома золото и технику. Спустя годы, когда я проиграл все, что у меня было, я признался родителям о своей зависимости. Они поддержали. Но вылечиться сразу не удалось. На это ушли годы. Начинал Адиль с простых игровых аппаратов. Однако по мере погружения в мир азарта, его ставки росли в геометрической прогрессии. От 200 тенге до 20 миллионов. Сейчас я не ставлю ставки. У меня есть страх вернуться в ту точку, в которой я находился полжизни. На карточке стоит лимит. Наличку не держу. По сей день избегаю больших денег. Боюсь сорваться. Все друзья и близкие отвернулись от меня. Самое страшное и сложное сейчас – вернуть их веру в меня и снова начать жить, как обычный человек. Около 400 тысяч граждан, по некоторым данным, являются постоянными клиентами букмекерских контор и казино. Цифра равносильна населению крупного города. Наркоман, если он употребляет, он портит свое здоровье и один уходит туда куда-то. Игроман, он один не уходит. Он берет у сестры, у мамы, у папы, у дяди, у родственников берет. И по сути весь рот тащит вниз. Слушая истории игроманов, могу сказать, что все начинают в районе после школы, университет, потихоньку, потихоньку. То есть когда они свободны уже, могут там какие-то деньги есть уже, они начинают потихоньку там 2000-5000 ставить. В некоторых семьях есть такая ситуация, когда игромания сына довела до того, что его дешевле держать в реабилитационном центре, потому что каждый выход его в город, в социум, 200-300-500 тысяч. В принятом законопроекте предусмотрены меры по реабилитации граждан, страдающих лудоманией. Их наблюдение специалистами будет проводиться по принципу сохранения медицинской тайны. Также теперь запрещается делать ставки людям, состоящим в едином реестре должников. В список также попали военные сотрудники специальных и правоохранительных. органов, руководители бюджетных организаций. В случае нарушения запрета они могут лишиться работы. Вместе с тем установлены ограничения по рекламе букмекерских контор и тотализаторов. Запрещена наружная реклама на транспортных средствах, в масс-медиа, кино, видео и справочном обслуживании. По словам депутата Мажелиса Йонура Бесимбаева, принятие закона однозначно уменьшит количество зависимых от игромании. Данный законопроект разрабатывался два года тому назад. Я и мои коллеги стали инициаторами данного законопроекта. Инициировали и в течение полутора лет мы ждали заключения правительства. Заключение правительства длилось очень долго. Полтора года – это действительно большой срок. Потому что мы должны понимать о том, что лобби-группа, которая стоит за всем этим, имеет большие финансовые и даже административные ресурсы, которые подключались для того, чтобы как-то тормозить ход данных заключений. По данным специалистов, лудомания стала непосредственной причиной 40% развода в Казахстане. На сегодня, несмотря на множество запретов, разрешенной остается реклама в местах расположения букмекерских контор, внутри спортивных сооружений, на экипировке спортсменов, а также в эфире спортивных теле- и радиоканалов. Продолжение следует... Заканчивая, хотелось бы отметить, что противодействие лудомании – это вопросы защиты конституционных прав наших граждан, наших детей. Это вопросы национальной безопасности. Поэтому во главе угла права граждан – общественные интересы. С вами был Марат Башимов. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова